30-е годы для страны были непростые. Пусть это был небольшой перерыв между мировыми войнами, но одновременно в СССР расцвел культ личности Сталина и большой террор. Нужно вспомнить, как эти годы прошли в Свердловске и как эти места выглядят сейчас. Свердловск Большевики начали создавать новый мир в соответствии со своей идеологией. В этом десятилетии в городе было построено по-настоящему много знаковых объектов. Свердловск стал одним из крупнейших центров конструктивистской архитектуры. Например, знаменитый комплекс, один из главных символов Екатеринбурга, начали возводить в конце 20-х годов и закончили в 32-м. Я говорю о городке чекистов и гостинице и сеть. Хотя гостиницей она стала не сразу. Поначалу это было общежитие, а позже ее перепрофилировали. Строили здания раскулаченные краснодарские и ставропольские крестьяне. На снимках самолета видно, что комплекс был построен среди маленьких одноэтажных домов. Но позже улица Ленина стала застраиваться другими жилыми домами. Вот, например, один из них. В 30-е также начали возводить другой грандиозный проект. Дом промышленности. Очень подробно я рассказывал про него в видео о 10-ти нереализованных проектах Екатеринбурга. И да, спойлер. Его так и не построили. То есть построили, но не до конца. Из-за пожара и отсутствия финансирования не смогли возвести 140-метровый небоскреб. Сейчас на этом месте находится здание, которое в народе именуется как Пентагон. Еще одно знаковое место, которое построили в 30-е годы, был дом связи. Или, как его обычно называют, главпочтамт. До этого здесь находился небольшой двухэтажный дом. Сносить его не стали, просто надстроили несколько этажей. Здание в стиле конструктивизм было завершено в 33-м году. И сейчас оно является объектом культурного наследия. А на этом фото запечатлено возведение второго дома советов. Между прочим, здание было самым высоким в городе почти 10 лет. И считалось первым Свердловским небоскребом. В эти годы комплекс даже претендовал на градообразующую роль. И был виден со многих точек города. Также в 30-е возвели знаменитую больницу в Зеленой Роще. Но сейчас она больше известна как Заброшенная больница в Зеленой Роще. Еще одно легендарное здание. Спортивный комплекс Динамо. Рядом с ним была облагорожена набережная. А летом на воде делали бассейн. Но помимо большого вклада в развитие конструктивизма. Советская власть несла и много разрушения. Именно в начале 30-х годов в Свердловске начали сносить все культовые сооружения. В 1930-м снесли храм Большой Златоуст. Первоначально сняв с него колокола. Долгое время на этом месте стоял памятник Малышеву. В 2013-м храм был восстановлен на том же месте. Также разрушили Лузинскую церковь. Разбирали в течение двух лет. Находилась она недалеко от современной улицы Свердлова. В том же 30-м году снесли Екатерининский собор, который находился на месте современной площади труда. На этой фотографии засняты руины бывшей церкви. Снесли и Лютеранскую кирху святых апостолов Павла и Петра. Кирха стояла рядом с оперным театром. Подробнее об этом я рассказывал здесь. Но самое значимое разрушение случилось на площади 1905 года. На ней долгие годы располагался Богоявленский кафедральный собор. В том же 1930-м его снесли. Первое время на этом месте оставалось некое подобие парка с деревьями. Но потом все сравняли с землей. Кстати, постамент, на котором раньше стоял памятник Александру II, разобрали заодно с собором. Едва ли не единственный храм, который уцелел, оказался храм на Вознесенской горке. На него всегда нацепляли различные плакаты, а на площади напротив ставили композиции. Вот, например, 15 лет вооруженного комсомола. Напротив стояла композиция, символизирующая то ли фашизм, то ли капитализм. Вот одна из фотографий площади 5-го года. Обычный день большевика. Недавно снесли очередной храм, разбирают завалы. Но обратите внимание вот сюда. Это здание горсовета. И оно не просто строится, а перестраивается. Раньше здесь был неприметный двухэтажный дом. И только в 30-е к нему надстроили еще несколько этажей. Горсовет, как и все новые здания в ту эпоху, был сделан в стиле конструктивизм. Только в 47-м году была проведена полная реконструкция. С добавлением колонн и башни с часами. Такое она и стоит сейчас. 30-е годы также запомнились расцветом культа личности Сталина. По всему городу были развешаны плакаты с его изображением. Вот, например, на улице Первомайской. На Уралмаше. На площади первой пятилетки под памятником Ленину. Улица, на которой он стоял, тоже носила имя Сталина. Теперь это проспект Орджоникидзе. На площади 5-го года даже был памятник Сталину. В том числе в городе регулярно проводились различные демонстрации и шествия, которые восхваляли советскую власть. И тут тоже очень много портретов Сталина. На одной из демонстраций даже пронесли памятник Сталину на руках. Но, как и по всей стране, Сталин отблагодарил народ репрессиями. И Свердловск это не обошло стороной. Вот, например, очень характерное для своего времени фото. 37-й год. Площадь 1905-го года. На домах висят портреты областного руководителя коммунистической партии Ивана Кабакова и руководителя комсомола Александра Косарева. После того, как они были расстреляны в 1937-м и 1939-м годах, на фотографиях их портреты зачеркали. Верхесецкий завод, который носил имя Кабакова, естественно, перестал так называться. Еще один удивительный пример стирания памяти. Владимир Фидлер был главным инженером строительства Уралмаш-завода. В 1932-м году он умер, и чтобы увековечить память о нем, перед входом в Уралмаш установили монумент в его честь. Внутри находилась урна с его прахом, но через год в одном из цехов произошел крупный пожар. Убытки были колоссальные. На судебном процессе Фидлер был назван создателем немецкой контрреволюционной организации и посмертно признан врагом народа. После чего урну с его прахом, естественно, убрали. Уже позже на этом месте поставили памятник Арджиникидзе, который находится там до сих пор. Кстати, сам Уралмаш-завод активно строился в начале 30-х годов. Вокруг были видны одни стройки. Район с нуля возводился как отдельный город для работников и их семей. В таких условиях создавался гигант. Грязи было буквально по колено. Так выглядела площадь первой пятилетки в 1932-м. Здание еще строится, канализация только прокладывается. Так она стала выглядеть через год. Кстати, ко дню пуска завода, 15 июля 1933-го, открыли памятник Ленину. Но он простоял недолго. Летом 1937-го по Уралмашу пронесся сильный ураган и повредил памятник. После чего его убрали. Вот так выглядела улица Ильича. Довольно уютно. А вот так она выглядит сейчас. Вот что было на месте парка Маяковского. Его только начали строить и открыли в 1933-м. Так поначалу выглядел вход в парк. А свои знаменитые ворота он приобрел немного позже. В августе 1932-го года в Свердловске прошла Урало-Кузбасская Спартакеада. Съехались атлеты со всего Союза. И даже иностранные гости из Франции. Соревнования проходили на стадионе Металлург. Но в 50-е сооружение было решено снести. И на его месте построили центральный стадион. В 30-е годы в Свердловске еще существовал ипподром. И вполне себе пользовался популярностью. Посмотрите сколько народу присутствует на скачках. Здание Свердловского цирка. Которое располагалось перед Свято-Троицким собором. Простояло оно достаточно долго. Пока не сгорело в 76-м. Сейчас на этом месте небольшая площадь. Также в 30-м году построили мост по улице Куйбышева. Так выглядел мост по улице Карла Маркса. Вот так это место выглядит сейчас. И в продолжении темы мостов. Мост на улице Челюскинцев. Тогда он был совсем низкий и не широкий. А так место выглядит сейчас. А это улица Белинского. И небольшой мост через речку Малаховку. Все утопало в грязи. А так это место выглядит сейчас. Ну да. Стало немного почище. Прокладкой канализации в это время занимались на многих улицах. Вот например ее прокладывают на улице Гоголя. А это раскопанная улица Пушкина. Фасад оперного театра разукрасили как новогоднюю елку. И про Сталина не забыли. Так же украсили и дворец пионеров. Набережная рабочей молодежи со старинным мощением. К концу 30-х ее уже переделали. И она стала выглядеть более строго. Такой она и остается по сей день. Так выглядел небольшой сквер перед пассажем. В нем был фонтан со скульптурами. А теперь там фонтан другого рода. Вид на площадь 5-го года с самолета. Внизу происходит какой-то парад. А вот так сейчас выглядит это же место в 3D версии Google Earth. Угол улиц Ленина и Карла Липнихта. Пока еще стоят одноэтажные здания. Но скоро все перестроят. Так выглядел мытный двор. И он немного изменился с тех пор. Рядом с главпочтамтом активно строилась трамвайная линия. Транспорт шел по всей улице Толмачева. Вплоть до улицы Свердлова. На которой тоже лежали трамвайные пути. Она сильно поменялась с тех пор. Атмосферное фото улицы 8-го марта. На перекрестке с Радищева. Трамвай здесь сейчас не ходит. В те годы у плотинки стоял высокий забор. Как-никак за ним был завод. В Харитоновском парке поставили ротонду. До этого она была деревянная. А стала такой, какой мы ее знаем до сих пор. Если хотите больше фоточек старого Свердловска. То подписывайтесь на патреон. Плюс ваш лайк тоже очень поможет в продвижении видео. И подписывайтесь на канал. Я тут снимаю много интересного про Екатеринбург и историю.